Ну что, привет. Меня зовут Наташа, и на этом канале я обычно рассказываю о том, что-то там, короче, про Германию. Мы с вами, если уже давно знакомы, то точно давно не виделись, потому что я какое-то время пропала с YouTube, или как минимум не снимала новые видео, старалась выкладывать хотя бы иногда хоть какие-то влоги, но вот так вот как-то вышло, что даже весь январь что-то я пропала, и в декабре вышло только одно видео. Обычно я рассказываю здесь про жизнь в Германии, учёбу в Германии, и программу ОПР, и про то, как выйти замуж за иностранца, но я всё же хочу попробовать, как я это и раньше делала, периодически, точнее, продолжать, или опять начать, или как уже вы хотите это называйте, или как я хочу, так это и называю, мой канал, мои правила. В общем, я хочу много чего другого попробовать опять делать. Например, может быть, мне всё-таки опять захочется делать опять видео со стихами, я слишком много раз сказала слово «пять», и ещё я сейчас очень много читаю, каждый день, или почти каждый день, и об этом тоже мне хочется всё-таки рассказывать, если вы следите за моим Инстаграмом, и сейчас скажу вот тут, тут где-то, вот здесь, вот, вот так, чёрт, ну понятно, вот так, вот, где-то здесь, в общем. Короче, где-то вы тут увидите название моего канала, это название моего канала на Ютубе и название моего Инстаграма, это, в принципе, одно и то же, только в Инстаграме это нижнее подчёркивание после моего иния Наташа, нижнее подчёркивание борщ. В общем, если вы следите за моим Инстаграмом, если вы что-то не делаете, то идите, подписывайтесь, и, в общем, к чему я это всё вела, потому что я там больше начала про книги рассказывать, потому что я много читаю, и всё-таки на Ютубе я хочу опять эту тему поднять, поднять, или даже вообще первый раз поднять, потому что я не говорила толком о книгах ещё на Ютубе на своём. Да, в общем, такие примерно у меня планы. Могу ещё раз вернуться к влогам и сказать, что я хочу дальше продолжать их редактировать и выкладывать. Насчёт снимать я не уверена, потому что я просто отошла от этого формата, я уже больше года работаю на фуллтайм-работе в Киотом институте, в IT-отделе, и у меня как-то, не знаю, в общем-то, тема с влогами, я что-то перестала их снимать, я не знаю, может быть, я вернусь ещё к этому. Но я хочу отредактировать те, которые были уже сняты, и их выложить. И ещё я хочу те, которые у меня ОПР-влоги на просто несколько недель. Недель влогов у меня хватит этих влогов ОПРских, которые я хочу таки домонтировать и выложить. Если вы слышите кокаточки по кофелю, то это моя собака Ричи. Пришёл ложиться на свою подушечку, которую только не уйдали. На. Вот такие вот сумбурные получаются новости, апдейт, потому что я давно не была на Ютубе, у меня такое чувство, как будто вы уже, ну, вообще не в курсе, что у меня в жизни происходит, чем я занимаюсь, или почему я пропала, или какие видео будут выходить в дальнейшем на канале, какие у меня на него планы. Поэтому вот так вот в такой каше я всё рассказываю. И вот так вот, раз уж всё смешано, то давайте немножечко больше расскажу вам о себе, потому что не только же про Германию говорить. И мне очень нравится то, как сейчас преображается мой Инстаграм, потому что я там продолжаю писать. Иногда чаще, иногда реже, но я стараюсь там, описывая свою жизнь или путешествие здесь по Европе, в Германии, или даже если я говорю про работу, там, про учёбу я довольно-таки редко в последнее время пишу, но даже если я эти все темы затрагиваю, я всё равно стараюсь показать из той перспективы вот именно моё восприятие, именно мои какие-то чувства, эмоции, впечатления, воспоминания, в общем, больше себя привносить в мои посты. И я тоже самое хочу сделать с Ютубом, я хочу сделать его более персонализированным, больше рассказывать про себя, больше размышлять на разные темы. Может быть, я и раньше это делала, и я этого просто не замечала, но, в общем, мне кажется, что я слишком мало вам рассказываю на Ютубе про себя. И так как уже довольно-таки много людей начинают приходить в мой Инстаграм из Ютуба, то я решила, что я лучше тут с вами немножечко больше познакомлюсь, потому что многие из вас меня довольно-таки мало знают, скорее всего. И как я решила это сделать? Я решила, что я поделюсь с вами итогами своего девятнадцатого года, чтобы вы примерно понимали, чем я занимаюсь, что мне нравится, чем я живу. И давайте начнём. 2019 год для меня прошёл под девизом «Первый год осознанной жизни с собакой», потому что до этого мой Йорк Вичи, которого вы видели уже, возможно, в нескольких видео, жил с моими родителями в Украине, потому что, когда мы его завели, я ещё жила с родителями в Украине, дала моего переезда в Германию. И мы его забрали в декабре 2018 года с моим парнем в Германию, в Мюнхен, в нашу квартиру здесь. И мы учились вместе с парнем жить с собакой, то есть втроём. Это просто как будто вот ещё ребёнок у нас появился в семье собачьей такой. И это было интересно, потому что хоть у меня и была раньше собака, но она у меня была, когда я жила с родителями, много чего родители перенимали. И я училась полностью быть ответственной за собаку и при этом кошатнику-парню объяснять, что такое собака, как с ней жить, как за ней ухаживать. Это было довольно-таки необычно, интересно, иногда сложно, иногда дорого, иногда весело, очень часто весело и мило. И очень много было таких приятных моментов и любви, и всё это продолжается. И мы, я думаю, довольно-таки хорошо справились, но весь год был под таким девизом «Мы учимся жить с собакой и всю нашу жизнь подстраивать под жизнь собакой», потому что очень много всего поменялось, типа там отпуск и так далее, потому что мы везде берём его с собой, мы ни на кого его не оставляем. Хотя, в принципе, можно было бы кого-то найти, и есть желающие, которые я согласна его брать у нас, когда мы куда-то уезжаем на несколько дней. Но, не знаю, мы берём его просто с собой. Как-то так у нас получилось, и вышло, что Ричи любит очень оказывается, хоть это йоркшерский терьер, маленькая собака, маленькие ноги и так далее, лапы. Оказалось, он любит ходить в горы, он любит хайкать, он любит просто крапкаться вверх, и ему это нравится, и мы ходим с моим парнем на хайкинг очень часто, мы любим это дело, и он ходит с нами, Ричи ходит с нами, и он очень счастлив каждый раз, когда мы его берём с собой. Он пищит, он прыгает, он не знает, куда ему деть свою радость, и как ему ещё показать, что он очень радостно с нами может ходить. Следующий пункт — это книги, я про них вот уже сказала в этом видео, но я сейчас ещё скажу. В другой момент я себе поставила на 19-й год книжный вызов, и я очень хотела прочитать в два раза больше книг, чем я прочитала в 2018 году, потому что у меня была вот эта тема, что окей, я заканчиваю универ, у меня всё такое стабильное, жизнь налажена, и я хочу опять читать больше, поэтому в 2018 году я эту тему начала продвигать вперёд, и я прочитала пять книг, и в 2019 я хотела прочитать 10. Но вот как-то так случилось, что я заинтересовала... Сначала я начала читать классику, потому что раньше мне казалось, что я люблю классику, и современных авторов я никого не знала толком, кроме там, я не знаю, типа Джоан Роулинг, Гарри Поттер, современный автор, кто типа живёт сейчас, ещё жив, пишет сейчас. И я начала интересоваться, в этом мне очень помогли разные всякие книжные блоги, и я для себя открыла мир современной фантастики, и потом вот как-то просто так всё вышло, что я начала читать каждый день, примерно, не знаю, с октября, и я читала каждый день и очень много, и я начинала отменять встречи и оставаться дома, вот под этой лампой я ударилась. Да, в общем, короче, дома я сидела и читала, и была очень счастлива, и вышло 17 книг вместо 10. И я в 2020 году хочу прочитать 20 книг, но это уже сейчас куда-то другую тему ходило. В общем, про книги, короче, вы поняли, да? Я много читала, и мне это очень понравилось, особенно фантастика меня сильно затянула. И так как я стала много гулять с собакой, то я стала очень много слушать аудиокниг, поэтому это вот просто такой, типа, бонус-пункт, что кроме книг я ещё много аудиокниг прочитала, прослушала. Да. Следующая тема 2019 года — это то, что я сильно не развивала свой блог, и я для себя решила, что... Потому что мой блог, я считаю за свой блог этот канал на Ютубе, и мой блог в Инстаграме, то, что я там пишу, потому что я люблю писать. И мне именно вот эта тема полезности — помогать кому-то, рассказывать о чём-то, делиться интересным, и помогать ещё при этом, и писать, потому что само писательство мне интересно. Для меня вот эти вещи, то есть делать контент, им делиться, для меня они очень важны. Я люблю фотографировать, мне нравится совмещать свои тексты со своими фотографиями. И вот это всё — это просто моё хобби, можно сказать. Я решила для себя, что всякие пиарские штуки, продвижения, вот это всё, я очень всё не люблю. Я пробовала этим заниматься, мне это противно. И если среди вас есть SMA-менеджеры, которые хотят со мной посторонничать, вы можете мне что-то написать, где-то какое-то сообщение, а так вообще я решила, что сама я этим не хочу заниматься, не хочу вникать в эту тему, просто вот не хочу, и всё, мне не нравится. Я хочу только создавать контент и больше ничем не заниматься, никаким продвижением. Поэтому мой блог толком не вырос, я бы сказала, если называя мой инстаграм, но ютуб у меня очень сильно вырос, я обожаю алгоритмы на ютубе, и я рада, что у вас становится всё больше и больше, поэтому я хочу сделать фокусом 20-го года именно свой ютуб, и здесь создавать контент для ютуб, то есть в ютуб-формате, в формате видео, потому что я вижу здесь отдачу, потому что мои видео шерятся, дальше предлагаются, и меня находят люди сами. И мне это, конечно, очень приятно, потому что я могу большим количеством людей тогда помочь. Вот. Вот такой вот странный немного пункт. В общем, блог, типа, сильно не вырос, но вырос и в разных форматах. В принципе, я довольна, я решила забить на количество подписчиков, потому что я не хочу говорить, у меня мало подписчиков, они плохие или недостаточно. Я просто довольна тем, как есть. Я рада, что у нас будет большая комьюнити, большая семья, но вот так, как есть, мне просто этого достаточно. И я рада, что у нас такая уютная группа здесь собралась. Ещё немного по поводу ютуба. Я выпустила всего за 2019 год 37 видео. И я смогла видео вместе с этим видео про адвент календарь набрать больше 16 тысяч просмотров. Это для меня очень-очень большой прорыв. Я очень рада этому, что так получилось эту тему продвинуть. И ещё я исполнила такую свою маленькую мечту. Это я загрузила 16 видео, которые я сама сняла для своих стихов, для своей аудиопоэзии, для первого сборника, которые не сильно зашли, я бы сказала, потому что те, кто пришли ко мне год назад или вообще всё это время были со мной, и те, кто год назад видели эти 16 видео с моими стихами, они немного странные, наверное, любителя, но это мои любимые стихи. Я сама их написала. Это просто вот часть меня. И это определённый период в моей жизни. И это очень красивые видео из Черногории. И я заметила, что отдача была очень странная. И тогда я ещё объяснительное видео к этому потом выпускала. Я поняла, что люди не поняли. Они пришли ради Германии, ради универа. И тут что-то стихи. И да, в общем, это всё частично негативный опыт, потому что кто-то ушёл, не понял, что за дела, и ушёл. Но я рада, что я это сделала, потому что я очень давно об этом мечтала. Я думаю вот так вот медленно, очень думаю над тем, чтобы дальше продолжать что-то делать со своими стихами, потому что у меня есть ещё два аудиосборника стихов, и чтобы я для них сделала тоже такие видеоформаты, чтобы было очень удобно слушать стихи. Стихи я часто, если кому-то рассказываю, я люблю включить стихи. И это очень удобно на Ютубе, чем искать где-то ВКонтакте какие-то заблоченные записи или хранить всё время на телефоне. Да. В общем, с Ютубом довольно-таки хороший опыт, такой яркий, вышел за 2019 год. Ещё одно такое довольно-таки большое достижение 2019 года, то, что я начала... Точнее, я подумала, хочу больше хайкать, больше ходить в горы. И я смогла это организовать. Мы на самом деле ходили больше в горы и ездили даже на такие мини-хайкинговые поездки, отпуски, не знаю, как это сказать, это называется по-немецки, то есть отпуск с целью хайкинга в Австрию, потому что там горы чуть выше, чем в Баварии, где я живу. И мы ездили так на несколько дней, жили там в какой-то долине, в национальных парках, в отеле, и каждый день, на целый день уходили в горы, просто хайкали каждый день. И Рич был с нами, он каждый день тоже с нами ходил, и это было офигенно. А вечером, это просто the best, все программы вечером, всегда или сауна, или термальные бассейны, всякие джакузи, чтобы ноги отмочить, и на следующий день опять, на целый день. И это просто мой самый идеальный отпуск. Я очень рада, что я такое сделала два раза, и просто мы ходили в Баварии тоже в горы. Ещё одно такое довольно-таки яркое впечатление, когда мы ездили на хайкинговый отпуск в Австрию, мы побывали там на леднике, на высоте более 3000 метров, над уровнем моря, и это ледники очень старые, и они тают потихоньку, потому что мы видели в ресторанчиках, там сверху, на стенах, в общем, картины, где намного больше, чем там сейчас, это очень печально, и я была рада увидеть эти ледники до того момента, пока они растаяли, хотя им больше, ну, много тысяч лет им уже. Да, это было очень необычное впечатление. Ещё другой момент, что случилось, это я организовала хайкинговый тур вместе со своими коллегами из ГИОТ-института, потому что я уже несколько раз, если я не ошибаюсь, три раза, да, три раза я организовывала походы, хайкинговые в горы, я это делаю бесплатно, я это делаю просто по своей инициативе, я выбираю маршрут, выбираю день, составляю группу, набираю группу и веду их. И мне это очень нравится, потому что я людям, которые боятся очень часто впервые пойти, не знают, что взять с собой, какой выбрать маршрут, как планировать туда дорогу, и что там взять, и еда и так далее. В общем, все, ничего не знают, и как-то боятся сами попробовать, сами выбрать маршрут и так далее. Я это все делаю, беру их просто с собой, и мне очень нравится, что потом люди сами могут ходить, например, без меня в горы. Еще немного про путешествия. Я впервые побывала во Франции, я очень долго этого ждала, я для этого путешествия начала за месяц до поездки учить французский, таки серьезно. Я начала учить его в онлайн-школе, это тоже новая тема, для меня 19-го года. Я начала учить, и сейчас это не реклама, могла бы быть реклама. Начала учить французский в онлайн-школе иностранного языка с помощью лингоды. И мне... Ну, в общем, я начала, короче, месяц я проучилась там на А1-1, потом поехала и много-таки смогла использовать. Мне это очень помогло с французским. И... Да, в общем, тема, короче, что я почти закончила А1-1 по французскому в декабре. В общем, с апр... Блин, с августа по декабрь я учила там французский и в январе я, в общем, закончила. А1-1 французский, сейчас я уже в 20-м году, мы в феврале сейчас находимся. Что ещё? Это вот с Францией тоже связано. За 19-й год какие ещё у меня достижения? Это я впервые сделала road trip, то есть круговой маршрут, круговую туристическую поездку, которую я полностью организовала сама. Я сама продумала маршрут с помощью разных блогов, там, инсталлокации и интернета. В общем, короче, придумала сама маршрут, сама всё нашла и вышла офигенная поездка. Ещё одна тема это то, что ко мне приезжала вся моя семья в 19-м году и это значит мама, папа, брат и сестра. И мы здесь немножко поездили, попутешествовали по Баварии. Это было очень классно. Я жду, когда они опять смогут ко мне приехать, потому что они живут сейчас в Польше и мы можем довольно-таки часто видеться. Я, мне кажется, минимум три раза, а то четыре. Я ездила в Польшу на пару дней их навещать. Это офигенно, потому что мы можем довольно-таки часто видеться. Я пробежала мой второй в жизни забег. Это был забег от фирмы Sportcheck. Это такой магазин спортивный и активного отдыха в Германии и они устраивают, точнее, они спонсируют мюнхенский городской забег. Я пробежала там забег на пять километров. Я, когда себе такую цель выбирала, так же, как и в восемнадцатом году, я готовилась к ней, я именно ходила постоянно на пробежки, я пробежала очень с хорошим результатом. И у меня уже две медальки есть за два забега, потому что мне очень приятно как человеку, который был всю жизнь неспортивный. Это довольно-таки приятно, конечно, получать какие-то награды и подтверждение за то, что я всё-таки что-то могу. И в спорте тоже. Что ещё было? Это то, что я больше рисовала, намного больше, больше планировала в ежедневнике. И я ходила на митапы по планированию и по ежедневникам. С довольно-таки большим количеством людей познакомилась, которые этим занимаются. И больше вот общалась, ходила на рисовальные митапы. И просто вот больше поняла, что я могу заниматься чем-то, что мне нравится. И пофигу, насколько хорошо я это могу. Просто я получаю от этого удовольствие и заряд энергии. И мне просто нравится то, что я делаю. И я хочу это делать дальше. Ох, ну ещё одно достижение 19-го года это то, что я дописала, написала и дописала магистрскую на немецком по словистике. И я её сдала и защитила и получила диплом по магистратуре. Я теперь Master of Arts по словистике. Да, я больше не студент. Уже начиная с апреля 19-го года я больше не студент. Я закончила учёбу на магистратуре в Мюнхене на словистике. Но я буду продолжать об этом видео, снимать, рассказывать про учёбу в университете здесь. И я буду дальше выкладывать свои уни-влоги именно про учёбу, где я показывала свои everyday life, просто показывала свою жизнь повседневную там, в универе. Потому что я тогда снимала довольно-таки много влогов. У меня ещё много чего осталось с 17-го года по вот сейчас. Ещё одна тема, которая... Я говорю её в конце, но она не последняя по важности. Это то, что с апреля 19-го года я работаю в ГЁТ-институте, в IT-отделе, в центральном отделении ГЁТ-института в Мюнхене. И я продолжаю здесь оставаться. И как такой сникпик на 20-й год могу вам сказать, что я стою здесь практически на целый 20-й год. А дальше посмотрим. Потому что здесь классно, мне здесь очень нравится. и я просто люблю свою работу. Это довольно-таки странное заявление, потому что это довольно-таки редко слышишь. Я охотно хожу на работу, я люблю свою работу. И Рич решил, что мне надо сейчас поменять свою локацию. Поменять локацию. Не облизимай меня. Не-не. Да, вот. И вот эта тема с ГЁТ-институтом, я её сейчас сказала. И осталась у меня, мне кажется, мне кажется, осталась последняя новость, я подозреваю. Ну да, почти последняя. Это то, что я ещё одно своё хобби возобновила. Это фотографирование на плёнку. Я вот как-то совершенно случайно решила посмотреть, не знаю как, на ибэе, есть ли там советские плёночные фотоаппараты, потому что раньше у меня был одолженный, одолжённый, одолженный, в общем, одолжила я, короче, своего бывшего парня Зенит. И я его, в общем, фотографировала, в общем, на плёнку. Как-то очень странно, я всё объясняю, но, в общем, я фотографировала на плёнку. И так вот как-то вышло, что мне потом пришлось оплатать, и я перестала фотографировать. И, в общем, на ибэе я посмотрела, там оказалось, есть такие фотоаппараты, и они там, доставка типа из России, и это всё не так уж и дорого. И в итоге у меня теперь там, в общем, не без проблем, но у меня появился плёночный фотоаппарат. Я фотографирую уже в свой отпуск во Франции, мы его брали с собой. и дальше, в следующей поездке тоже. И я очень рада, потому что я нашла место, где проявлять и так далее. Это всё не так уж и дорого, как мне казалось. В общем, всё очень классно. Я вернулась к плёночить фотографии, мне очень нравится. Вот какими-то такими были итоги 2019 года. И я надеюсь, это видео было не слишком сумбурное. Это такое моё немного... какое-то такое непонятное мятое возвращение на YouTube. Я надеюсь, что дальнейшее видео я буду снимать как-то более осознанно, потому что я просто супер давно не говорила на камеру. И так много новостей, я это всё рассказываю без сценария. И, в общем, короче, соскучилась я с вами. Да, поэтому я буду очень рада снимать больше видео, рассказывать больше всё-таки про жизнь Германии, про универ, про программу ОПР, замуж для иностранца. И что там ещё дальше было? Про книги, про путешествия, про немецкий язык. Хоть эта рубрика не очень-то популярная, как мне казалось, наоборот, она будет популярной. Но всё равно про немецкий язык и какие-то... Перестань прям как ненавидит. Вот. В общем, была рада опять с вами увидеться, пообщаться с камерой, которая передо мной стоит. Да. И мы увидимся с вами в следующем видео. И... И... В общем, если вы новенький, и поэтому давайте... Ах! И... Добро пожаловать на мой канал! Ну... Мм... Вот. И мне... Извините за шатание камеры, мне она газа, сейчас down. Где-то вот здесь... Вот здесь... Где-то вот тут... Субтитры подогнал «Симон»